30 – это хорошо, а 31 – еще лучше. Так говорили о нынешнем международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. Он стал особенно плодотворным для белорусов. Гран-при в конкурсе молодых исполнителей завоевала уроженка Могилева Анна Трубецкая. Могилевщину на фестивале представляла большая команда, народные мастера, исполнители, танцоры. Всех впечатлило и выступление Оркестра народных инструментов имени Леонида Иванова в тандеме с мировой звездой. Мастером игры на бандонионе итальянцем Марио Стефано Пьетро Дарки. Об этом проекте, о творческих планах коллектива мы и поговорим сегодня в студии программы «Днями». В гостях художественный руководитель оркестра, главный дирижер Денис Черта. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? И расскажите нам о «Славянском базаре». Настроение хорошее, впечатление яркое, интересное. С первых минут мы столкнулись с высокой организацией фестиваля. По приезду, не говоря, что накануне все было оговорено, все проговорено, все моменты были предусмотрены. И это очень впечатлило. Большое спасибо организаторам фестиваля за такую встречу, за такой прием. Ну а вообще как вы попали на «Славянский базар»? Прошлым летом мы договаривались с Марио о выступлении на «Золотом шлягере», и у нас уже были все договоренности готовы, но тогда пандемия немножко помешала нашим планам. Ну и мы оставили эти мысли, так в будущее отправили их. И вот в какой-то момент директор филармонии Светлана Ефимук пообщалась с директором «Славянского базара» Глебом Лапицким. И как раз так получилось, что они искали оркестр для выступления с Марио Петродарки. Ну вот звезды сошлись, чему я очень рад. Ну а Марио понравилось вообще? Судя по всему, ну у нас это тоже опять же такой момент, что Марио, во-первых, впервые выступал с Народным оркестром. И для него это было опасение небольшое, потому что он не знал, чего ожидать. Что и на меня это опасение тоже распространилось. Да, повлияло. Но, начиная с первого произведения, я понял, что все будет хорошо. И он это тоже понял, он прям на репетиции было понятно, что он остался доволен. Как вы сами сказали, Марио никогда не играл с Оркестром Народных инструментов. В основном он выступал либо сольно, либо это... Симфонические, камерные оркестры, да. Ну вот вообще как произошло? Вот встреча, знакомство, вспомните, да? Как это было вообще? Во-первых, репетиция была одна, да, но она была довольно-таки большая. И он объяснил потом, почему, говорит, что настолько хорошо откликался оркестр, настолько хорошо понимал дирижер, что мне хотелось работать. Что вот все мои какие-то пожелания, они тут же улавливались и тут же звучали так, как он хотел. Да, вот это было очень ценно для меня. Ну вот смотрите, вот, Марио, видно по вам, да, что действительно это тандемы, действительно это ощущения, впечатления. Тут много даже говорить не надо. Наше выступление получилось ярким, интересным, потому что к этому предшествовал большой труд. Я пересмотрел все его выступления. Я там много сидел в нотах, много учил, много занимался. Это оркестр, конечно. То есть надо было адаптировать Марио, да? Все, все, да, он тоже прислал же симфонические партитуры. У нас очень умело и очень удачно, как всегда, Владимир Щерба сделал нам аранжировки для нашего оркестра, которые, опять же, зазвучали по-новому, что Марио тоже отметил, что, говорит, некоторые произведения стали даже лучше звучать, чем в симфоническом. После концерта очень много звонило знакомых, друзей, и об этом просили прямо. Что, говорит, ну, не всем удалось приехать в Витебск, да, и зал филармонии там не такой большой. И, говорит, и попросили о том, чтобы сделали вот ДК области концерт, может, в Минске концерт. Ну, и у нас определенные планы и договоренности с Марио есть. Ну, будем ждать всех ваших проектов, потому что это хорошо, когда, ну, это эмоции, это настроение, это вот как язык музыки, который вы дарите магельчанам и гостям. Я бы вот еще хотел один момент сказать об одном. Вот успех этого концерта, он зависел не только от меня, допустим, не только от оркестра, не только от Марио. Я осознаю, что это успех очень большой команды, команды Могилевской филармонии, потому что, ну, многие организационные вопросы, многие какие-то задачи, те же автобусы, те же, там, приезду, ест, вовремя покормить оркестр, ну, и там, различные вопросы организационные. И я всегда вот благодарен именно, что вокруг хороших творческих проектов объединяется очень хорошая команда. И поэтому, именно благодаря этому наши проекты, мне так кажется, пользуются успехом, потому что все искренне работают и отдают, и служат этому делу. Спасибо вам, что вы пришли. Творческих успехов и удачи. Спасибо.